Я не знаю вообще историю никаких террористов, которые бы требовали мира. Наши диверсанты требовали мира, остановки войны. Я не знаю других таких террористов. Томсо, еще такой вопрос. Многие шейхи призывают мусульман делать хиджру с Европы в мусульманские земли. Твое мнение? И сам, как смотришь, например, на свою возможную иммиграцию в Турцию в будущем? К сожалению, те шейхи, которые делают эти призывы, я не знаю, правда не слышал. Допускаю, что это, возможно, уважаемые и хорошие люди. Но они, по всей видимости, не разбираются в происходящем в этом мире. И они не знают, что в этих странах, о которых они говорят, никто не жалует нас, абсолютно нас там никто не ждет. И большинство мухаджиров, которые попадают в эти страны, они вынуждены бывают потом либо в их депортационных тюрьмах сидеть без возможности на какую-то легализацию, либо годами там нелегально где-то скитаться. То есть, Томсо, как ты думаешь, когда настанет день, что Кадырову и его окружению придется бежать, куда они будут убегать? Ведь везде им будут нерады, в том числе и в ОАЭ, где они покупают особняки. Ну, не факт, брат, не факт. Я не буду забегать, да, такие прогнозы делать. Но я бы сказал, что это не факт, что там им будут нерады. Они, я думаю, места для бегства для них есть. Та же Россия пока существует. К сожалению, эти исламские так называемые страны, они оставляют желать лучшего. Отношение этих стран к мусульманам и проблемам мусульман в этом мире, они абсолютно не заслуживающие у кого-то уважения. Поэтому, конечно, ну куда, куда поедут сотни тысяч этих мусульман, куда они должны, кто их примет? Саудовская Аравия, которая вообще самая закрытая страна, наверное, в этом мире, вообще нет никаких там шансов даже, что ты можешь официально туда попасть, как на Азоль там и так далее. Или какая Катар, которой вроде несколько лет назад там заявления были, что они там конвенцию еще там приняли, но по факту нет, нет прецедентов того, чтобы там кому-то предоставлялось убежище. Поэтому, ну конечно нет, это нереально. Что думаешь об аналитике Иларионова? Он утверждает, что ленд-лист специально тормозят, а Россия специально отдает ненужные территории, которые изначально не должны были подвергаться завоеванию. Я вообще, ну прислушиваюсь, наверное, к мнению Иларионова, он во многом дает такую правильную, очень правильную аналитику. И во многих вопросах он открывает с какой-то другой стороны, какую-то ситуацию тебе открывает, что то, о чем ты, ну с этой стороны ты об этом не думал, да, и он раз такие вещи раскрывает. Но это не значит, что как бы все, что он сказал, ну это нужно как-то принимать там и так далее. Ну все может быть, может быть он прав, может быть и нет. Я не очень серьезно уделяю внимание вот этим вот аналитическим разборам. Я это все так для общего образования, то есть я это посмотрел, послушал, сделал какие-то выводы, что-то для себя новое, может как-то с новой стороны ситуацию для себя открыл. Но не более того, это не руководство к действию. Почему чеченцы совершали террористические акты захват самолетов и больниц, а украинцы не прибегают к такой тактике? Потому что у Украины нет нужды прибегать к таким методам, так как у Украины колоссальная поддержка мировая и до сих пор идет позиционная война, в которой украинцы скорее даже побеждают, нежели терпят поражение. До сих пор продолжается контрнаступление, они какие-то территории освобождают, поэтому, конечно, это странно даже сравнивать две войны. Чеченцы, которые не могли противопоставить самолетам, авиации, артиллерии ничего, кроме там, как пелось в этой песне, чеченский атом это гранатомет, это было наше самое грозное оружие. И в этой ситуации, конечно, чеченцы пытались хоть как-то привести Россию, принудить Россию к миру. И вот эти вот попытки, какие-то диверсионные акции на территории России, они все проводились с целью привести к миру. И неправильно, конечно, называть их терактами, это Россия называет их терактами. Конечно, это не были террористические акты, потому что, ну я не знаю вообще историю, историю никаких террористов, которые бы требовали мира. Террористы всегда требуют денег, там, каких-то, наоборот, каких-то политических, там, дивидендов и так далее, хотят прийти к власти. А наши диверсанты требовали мира, остановки войны. Я не знаю других таких террористов. Томсо, а где 97% жителей Херсона, проголосовавших за вступление в РФ? Где многотысячные толпы протестующих против входящих в город украинских карателей? Где люди с триколорами, ложащиеся под танки ВСУ? Они все в фантазии... Нет, не фантазии, они все в этих папочках, которые заносят Путину. Вот в этих папочках они все. Почему нахер не вошел в оборот? И чем чеченцы расплачивались в годы независимости долларами? Нет, у нас принимался рубль. Почему нахер не вошел? Ну, не успели, потому что на это нужно определенное время. Экономику нужно к этому подготовить. Просто не успели. Мы-то на самом деле их только напечатать, по-моему, и успели даже их привезти в республику. Нахер не успели, ну, кроме каких-то образцов. Поэтому, да, к этому как бы шли, готовились, но не успели. Не дали. А расплачивались в основном, конечно, рублями у нас. Рубли были в обиходе, хотя доллары, это все, конечно, тоже имелось. Но долларами ты на рынке там расплачиваться не мог. Мог, наверное, но это уже, как и в России, знаешь, ты же можешь договориться, у меня вот доллары там на рынке заплатить. Но официально ходил как бы рубль. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»